В преддверии Большого государственного праздника Дня Народного Единства заслуги жителей Тверской области отметили государственными и региональными наградами. Медали, знаки почёта, благодарности вручил губернатор Игорь Руденя. С теми, кто удостоился наград, пообщалась Наталья Чекет. Гостями церемонии стали фронтовики, почётные граждане Тверской области. Иван Кладкевич и Спартак Сычёв, военнослужащие и участники специальной военной операции. В начале мероприятия ко всем собравшимся обратился губернатор Игорь Руденя. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, единство и сплочённость нашего общества всегда были и остаются силой России. Помогают нам преодолеть любые трудности и любые испытания. Во все исторические эпохи сплочённость, мужество и преданность отчизне отличали жителей Тверской земли, защищавших Родину. В смутное время они в числе первых встали на защиту Отечества и храбро сражались в битвах под Торопцем, Торжком, Тверю, Калязином. Обладателем медали за заслуги перед Отечеством второй степени стал Виктор Максимов. За полвека работы на предприятии он заслужил репутацию лучшего работника завода. Подготовил немало высококвалифицированных специалистов. Виктор Васильевич рассказывает, что с детства хотел заниматься чем-то связанным с электроникой. Интересная работа, понимаете. В то время, в 70-е годы, в 80-е, начало обновления оборудования было. Поступало всё новое оборудование, осуществлялось электроникой. Поступает новый станок. Приходят, изучали паспорт. Нужно было его запускать. Вот в основном такая работа. Ну а потом и ремонт проходил. На церемонии награждения присутствовали многодетные родители. Почётного знака Тверской области слава матери удостоилась Екатерина Горбачёва из Лихославля. У женщины 5 детей, 3 мальчика и 2 девочки. Старшей дочери 14, а младшему сыну год и 4 месяца. Рассказывает, что всегда старается проводить время всей семьёй. Мы занимаемся творчеством, читаем по вечерам. У нас семейная традиция. Мы обязательно вечером садимся, читаем книжки вместе друг к другу. Я читаю, дети читают, которые умеют читать. Любим готовить вкусно. Я по профессии повар-кондитер. Мы готовы вместе пирожки на кухне. Дети тоже уже умеют, знают, как сделать тесто. Всё это начинку раскладывают. А почётный знак слова отца вручили Владимиру Исаеву из Твери. У него 5 детей. Говорит, что главный секрет семейного счастья – это любить и заботиться друг о друге. Нужно всегда ставить, на мой взгляд, себя на место второго. Мне как мужчине, который является костяком семьи, я всегда преклонялся перед женой, перед её терпением, перед её воспитанием в общении с детьми. Почётным работником здравоохранения стала Елена Раскуратова, заместитель главного врача областного родильного дома Твери. Женщина посвятила профессии более 35 лет. Самое ценное, самое приятное, когда мы видим результат своей работы. Когда женщина рождает ребёнка, когда мы слышим его первый крик, поверьте, сердце замирает до сих пор. Каждый раз при рождении ребёнка. Обладателем звания почётного работника культуры и искусства стала Наталья Гудкова. Женщина более 44 лет работает в Калязинском доме культуры. Говорит, что полученная награда – это высокая оценка её труда. У меня сегодня, наверное, один из самых волнующих дней в моей жизни. Потому что я никогда не думала, что мне казалось, что особого я такого делаю. Напишу сценарий, проведём мероприятия все вместе. Народ ушёл, довольные люди. Мы счастливые, больше нам ничего не надо. Пятерём школьникам вручены паспорта гражданина Российской Федерации, учащимся из Твери, Калининского, Осташковского, Краснохомского и Нелидовского округов.